Работа Новосибирского центра рассеянного склероза может стать моделью для других регионов страны. В пример наших врачей привели на круглом столе по медико-социальной поддержке людей с аутоиммунными заболеваниями нервной системы. Как полноценно жить с этим распространенным, но неизлечимым диагнозом, рассказывает фото-выставка и опубликованные истории пациентов с рассеянным склерозом. Страницы книги и судьбы людей в материале Натальи Цопиной. У вас особый случай. Обычно именно так врачи объясняют пациентам с рассеянным склерозом то, что с ними происходит. Хамелеон и болезнь с тысячей лиц. Как только не называют рассеянный склероз. Выявить диагноз непросто, еще труднее с ним, неизлечимым, существовать. Об этом в книге Натальи Радуловой. Из 15 пациентов, которые делятся уроками жизни, один – Федор Шишлянников, новосибирец. Журналист Наталья Радулова, она за это взялась. Мы с ней лично не знакомы. Почему? Потому что процветала у нас пандемия бурно. Вот там вот фотография, которая у меня есть. Мы в Москве. Это мы с супругой были в Москве. Я не мог здесь сфотографироваться, потому что все знакомые, кто были, фотографы, заболели. Но это было повально. Как раз май-июнь месяц, то есть повальная шла пандемия. Приехали в Москву, заболел фотограф, который нас должен был фотографировать. Наталья заболела. На фотографиях герои книги, мужественные люди, рассказывают о тяжелой борьбе и успехах. Это удивительные вещи, победы над собой, над болезнью, над плохим настроением в этой жизни только потому, что тебе не здоровится. И так далее. То есть вместо психолога, вместо психиатра. Рассеянный склероз не лишает памяти, но отнимает у человека возможность двигаться. Чем раньше поставили диагноз и начали лечение, тем эффективнее будет терапия. Больше шансов отсрочить тяжелые последствия. Лекарства есть. Их пациенты получают бесплатно. Но важны не только препараты. Реабилитация нашим больным нужна вообще с самого начала. Сначала это психологическое. Люди не принимают эту болезнь, принимают очень, да, по-разному реагируют. И, конечно, психологи очень нужны. Это и социальная реабилитация. Ну и постепенно, с годами, когда все-таки болезнь начинает нарушать какие-то функции, то, конечно, в общем, тогда нужна и физическая реабилитация. Рассеянный склероз называют одним из самых распространенных неврологических расстройств. В России 150 тысяч человек с таким диагнозом. В нашем регионе больше трех тысяч. И Новосибирская организация пациентов активно сотрудничает с медицинским сообществом. Для нас, для Министерства здравоохранения Новосибирской области, очень важно мнение пациента и обратная связь от пациентского сообщества. Потому что это действительно двигатель изменений маршрутизации, точечная работа с медорганизациями, корректировка направления пациентов. И за последние несколько лет именно с общественной организацией рассеянного склероза мы очень тесно обсуждаем проблемы. Как результат, внедрили телемедицинские консультации с районами области, изменили подход к лекарственному сопровождению, выписке рецептов, взаимодействию первичного звена и центра рассеянного склероза. Он, кстати, один из лучших в стране. Ведущие эксперты России уверены, этот опыт необходимо транслировать на другие субъекты. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok